Интеррадио для вас 7 дней в неделю Добрый день дорогие радиослушатели Сегодня в эфире Игорь Верстак Пастор церкви Славянской Ваптийской Церкви Вест-Сакрамента И также Степан Павлюк Пастор-учитель из города Ульяновск И сегодня мы хотели поговорить с вами Осветить один вопрос Даже несколько вопросов Которые есть или может иметь место В жизни верующего человека Что мешает нашей христианской жизни Что мешает нам иметь правильные отношения в церкви Что мешает расти духовно Что мешает иметь правильные отношения в семье И также что более всего огорчало Бога В истории израильского народа Здесь можно сказать что Когда вы едете на автомобиле И у вас все хорошо У вас накачаны ваши колеса Но бывает так что колесо одно спускает И машина вроде бы хорошая Есть бензин Есть водитель Вот вроде бы все есть Но одно колесо Оно тормозит весь процесс И в данном случае Вот в христианской жизни тоже На основании этого примера Бывают такие вещи Которые тормозят И человек не может Не может двигаться Полноценной жизнью христианина вперед Он не может решать те вопросы Которые в его жизни Встают И поэтому мы хотели Представить вам Степана Павлюка Это пастор-учитель Еще раз повторяюсь Сульяновска Вот Чтобы мог он осветить этот вопрос Что является таким отрицательным Иногда скрытым Если нет пророка Который мог бы вскрыть эту опасность Что это за опасность Которая мешает нам В нашей христианской жизни Пожалуйста Брат Степан Вам слово Спасибо брат Игорь Очень важный вопрос Конечно с одной стороны Это очень широкий вопрос Поэтому я хотел бы Осветить одну сторону Скажем этого вопроса Что более всего Огорчало Например Бога Когда он смотрел на жизнь Израильского народа Один из самых распространенных грехов Который присутствовал В жизни израильского народа Это было идолопоклонство Идолопоклонство Это то что заменяло им Бога И мы встречаем Что эта тема поднимается Не только в Ветхом Завете Она встречается и в Новом Завете Например В последних стихах Первого послания Иоанна Ученики Иисуса Христа Призывают верующих К тому чтобы они хранили себя От идолов Апостол Павел Также поднимает эту тему И в послании Галатам Говорит он что идолопоклонство Идолопоклонники Вернее царство Божье Не наследуют В послании Коринфянам Он поднимает эту тему Говорит что не будьте Как те израильтяне Которые были идолопоклонниками И погибли от истребителя Идолопоклонство Что такое идолопоклонство И имеет ли данная тема Или данный вопрос Или данное понятие Скажем так Отношение к нашей современности К нам людям Живущим в 21 столетии Конечно же имеет Но прежде чем нам поразмышлять о том Как бороться с идолопоклонством Нам конечно необходимо определить Что такое вообще идол Что такое идол сердца Другими словами Идол это то что поставлено Перед, напротив или выше Бога Это все что функционально Правит нашим сердцем Это все что начинает Буквально руководить нами Это то чего человек желает Больше чем Божьего ободрения Больше всего Идолом может быть Любой человек Имущество Или даже план Который у меня есть Этот план может начать контролировать меня Практический пример Например я спланировал в субботу Поехать с семьей на пикник Молюсь об этом Ожидаю что это произойдет И вот в субботу Оказывается что пошел дождь И я в раздражении В негодовании В недовольстве Вопрос В чем на самом деле здесь проблема Проблема в том Что этот план буквально начал контролировать меня И не сбылись мои ожидания Мои мечты Мои мечты Поэтому даже план Или любой человек Может стать моим идолом То есть то что я ставлю выше Бога То что приносит мне Гораздо большее удовлетворение Чем Бог и Его Слово Или Божьи какие-то цели Идол это также наше желание Это может быть наше желание Страсть Какая-то навязчивая идея Идолом может быть То к чему человек Бежит в минуты отчаяния Чего он хочет Другими словами Больше всего Больше всего Вот таково определение Идолопоклонства Поэтому идол Это то что является Для нас другим словом Словом Богом С маленькой буквы То чему мы отдаем Свои мысли Энергию Время Это то ради достижения Чего мы согласны Согрешить Или согрешим Если не получили То чего Хотим получить Поэтому Идолопоклонства Заключается В отдаче себя В отдаче чему-нибудь Любви Или поклонения Которое принадлежат Истинному Богу Идол это то Про что вы говорите Дай мне Или я умру Мы можем привести Практический пример Когда Например Алия Алия Рождала Одного за другим Ребенка Арахиль не рождала И когда она посмотрела На всю эту ситуацию Она подходит к Якову И говорит Дай мне Или я умру То есть Какова мотивация Была того Что у Рахили Было Вот это желание Что руководит Руководило ей Хотя это уже Немножко другой вопрос И мы может быть Поговорим сейчас Как раз об этом Но В первую очередь Хочу сказать Что идол Это все то Что заменяет нам Бога Все то Что приносит нам Гораздо большее удовлетворение Чем Бог и Его Слово Да Хорошо Есть ли какие-то Примеры В Библии Которые Достаточно яркие Которые могут объяснить Вот Состояние Идолопоклонства Конечно Примеров Таких Более чем Предостаточно Например Откроем Книгу Пророка Иезекииля 14 глава И мы прочитаем С 1 по 5 стихи Иезекииля 14.1.5 И пришли ко мне Несколько человек Из старейшин Израилевых И сели Пред лицом моим И было ко мне Слово Господне Сын человеческий Сии люди Допустили Идолов Своих В сердце Своё И поставили Соблазн Нечестия Своего Пред лицом Своим Могу ли я Отвечать Им Посему Говори с ними И скажи им Так говорит Господь Бог Если кто Из дома Израилева Допустит Идолов Своих В сердце Своё И поставит Соблазн к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ? Пусть дом Израилев поймет сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня». Следует отметить, что Бог, очень серьезно обращаясь к израильскому народу, показывает им причину вот этой отчужденности, которая начала существовать между израильским народом и Богом. В стихе 3, в первой половине третьего стиха, буквально речь идет о том, что Бог обвиняет их в том, что они вкладывают идолы в сердце свое. То есть, идолопоклонство всегда гнездится в сердце. Как Христос говорил, «от избытка сердца, говорят уста». Другими словами, если человек говорит, «Ой, извини, вырвалось». Нет, оно не вырвалось, оно было там, просто при определенных обстоятельствах всплыло то, что скрывалось далеко внутри. Например, лужа до поры до времени может отражать голубизну неба, пока не бросишь в нее камень. Тогда куда девается вся эта голубизна? Точно так же и обстоятельства, они всего лишь как катализатор, которые поднимают наружу то, что есть на дне. Поэтому идолы всегда гнездятся в сердце. Более того, слово «вкладывайте» буквально означает, что это активная позиция, это то, что я делаю. Не кто-то виноват в моем духовном падении, виноват в этом сам я. А во-вторых, он говорит, что ваши идолы не дают вам увидеть и избежать грех. Стих 3, вторая половина этого стиха. Вы, говорит, поставили соблазни честия перед лицом своим. Идолопоклонство, оно буквально закрывает наши глаза. В послании Иаков в первой главе апостол Иаков очень ясно говорит с 13 стиха о том, как происходит генеалогия, скажем, или развитие греха. Вы, говорит, обольщаетесь грехом, потом этот грех ослепляет, и в послании к Римлянам в 6 главе речь идет о том, что грех порабощает. То есть наше желание, наши страсти или то, что предлагают нам извне, оно сначала нас обольщает. Потом увлекает, потом ослепляет и в конце концов порабощает. В-третьих, ваши идолы разрушают общение с Богом. Стих 3, третья половина этого стиха. Другими словами, Бог спрашивает, могу ли я отвечать вам? Могу ли я вам отвечать? Когда находится какая-то привязанность, есть что-то другое, к чему я посвящаю свое время, свою энергию, во что я влюблен гораздо больше, чем в Бога. Это не даст мне возможности слышать голос Божий. А в-четвертых, идолы ходят стадами, можем сказать так. При множестве идолов написано. И в-пятых, ваши идолы захватывают сердце. Есть один очень интересный, очень важный такой, один из многих примеров, библейских примеров того, как, например, как я уже немножко сказал, идолопоклонство отражалось в жизни Рахили. Это книга Бытие в 29 главе, в конце этой главы, 29-35, речь идет о том, как Рахиль рожала одного за другим ребенка. А в 30 главе, в первом стихе, мы находим следующее повествование. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей, Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей и сказала Иакову, дай мне детей, а если не так, я умираю». Давайте предположим, что вот такая Рахиль пришла к нам в нашу современную церковь, и она говорит, или дает там записку, пожалуйста, помолитесь обо мне, у меня нет детей. Ну, вполне нормальное желание. Хорошо, когда семья хочет иметь детей. Сегодня мы имеем очень часто другие истории, когда люди не хотят иметь детей, когда они живут в свое какое-то удовольствие, и потом говорят, заведем ребенка. У Рахили было желание, чтобы она родила ребенка. Но вопрос, как помочь Рахиле? Вот некоторые типичные ответы, которые мы могли бы услышать сегодня. Посоветовали бы Рахиле сказать хорошему врачу. Ну, с одной стороны, это хорошо. Во-вторых, возможно, посоветовали ей лично бы молиться о том, чтобы Господь дал ей детей. Это тоже неплохо. Объявите нужду эту в церкви, молиться с постом, не заниматься тяжелой работой, бережно относиться к своему здоровью. Но, желая помочь Рахиле, затронули ли мы ее глубинные желания, ее мотивы? Не упустили ли мы нечто весьма важное, от которого зависит не только решение проблемы, то есть отсутствие детей, но и в целом вся ее жизнь? И еще один вопрос возникает. Достигли ли мы, пытаясь помочь вышеизложенным способом, корней проблемы? Мы должны понимать, что не решив глубинной проблемы, на самом деле мы оказываем псевдопомощь. И давайте представим себе данную ситуацию. Итак, Рахиль хочет иметь детей. Она приходит к Якову и задает ему вопрос, или точнее, не вопрос, а требование. Как звучит ее требование? Дай мне детей. А если не так, я умираю. Что мы видим здесь? В чем глубинная проблема в сердце Рахили? С одной стороны, мы можем увидеть, что есть зависть, но это не самая глубинная проблема. Есть негодование, и есть ропот, и есть гнев, и, возможно, даже отсутствие любви по отношению к другой жене, то есть к Лии. Но что на самом деле руководит сердцем, сердцем Рахили? Почему она хочет иметь детей? Дело в том, что в той культуре считалось, если женщина не имела детей, то это практически было равносильно проклятию. Но действительно ли Рахиль была озабочена желанием послужить Господу, подобно, как мы читаем об Анне, когда она просила ребенка мужеского пола, говоря, что если ты дашь мне ребенка, то я отдам его на все дни жизни его на служение тебе? Нет, мы такой новости не находим. Мы не находим такой идеи в поступке Рахили. Дай мне, или я умираю. Библия нам очень ясно открывает, что данное желание на фоне того, что рождались дети у Лии, желание у Рахили было чисто идолопоклонническим. Потому был и шантаж, и даже манипуляция. Я умираю. Диагноз Рахили такой. Стремление к статусу, положению, похвале, публичное признание, страсть обладать собственной значимостью и достоинством, как часто сегодня говорят об этом. А цель или средство достижения собственной значимости и статуса – это дети. Поэтому, когда человек хочет получить какой-то ответ, мы должны помнить то, о чем апостол Яков в Новом Завете тоже говорил. Четвертая глава Якова написана. «Откуда у вас вражды и распри?» И дальше апостол Яков задает риторический вопрос. «Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших, желаете и не имеете, припираетесь и враждуете и не имеете, потому что не просите? А коль и просите, то просите не на добро, а чтобы употребить это для своих вожделений, страстей. Точно так же, как страстью иметь дитя обладала Рахиль». Поэтому это один из многих примеров, как идолопоклонство отражалось в жизни израильского народа. И таких примеров очень много, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Да, спасибо. Это несколько примеров, которые были сейчас нам представлены. Можно ли как-то увидеть, как зарождается в нашей христианской жизни идолопоклонство? Или это область, которая не под контролем? Как это сделать, чтобы увидеть? Потому что мы знаем, что это опасно, мы знаем, что это может тормозить нашу жизнь. Мы можем, как Вы сказали, что мы даже можем не слышать голос Духа Святого, и Он не может слышать наши молитвы. То есть это серьёзный вопрос. Это очень важный вопрос, как зарождается идолопоклонство. Потому что если мы не поймём, в чём корень проблемы, то мы будем подобны людям, которые просто привязывают груши к вербе, на ветке вербы. Поэтому абсолютно ничего не изменится, если мы просто будем изменять поведение. К примеру, если бы мы подошли к Рахиле и сказали, «Ну-ка, перестань роптать», или перестань гневаться, или перестань шантажировать, или манипулировать мужем, и так далее. Ничего не изменится в этом случае, если мы будем просто изменять поведение человека. Это то, что, к сожалению, очень часто наблюдается в консультировании, в мире это особенно, и бывает иногда, что и в христианских церквах, в наших церквах это может наблюдаться, когда человек в гневе, когда человек в раздражении, когда человек, например, ленивый, безразличный, равнодушный. Всё это лишь верхушка айсберга, но есть то, что влечёт к этому состоянию, или приводит к этому состоянию. Поэтому это весьма важный вопрос. Как зарождается идолопоклонство? Следует отметить, что идолопоклонство зарождается в результате искажённого представления о Боге. Искажённого представления о Боге. В 49-м псалме, в одном из стихов, мы читаем такие слова, если не ошибаюсь, 25-й стих, написаны такие слова, что «ты это делал, Господь говорит, и я молчал, и ты подумал, что я такой же, как и ты». Ты это делал, и я молчал, и ты подумал, что я такой же, как и ты. То есть человек имеет своё собственное представление о Боге. И в результате этого представления он живёт так, как живёт. К сожалению, очень часто можно услышать в церкви, например, иногда люди говорят, «ну, у меня такое представление Бога, а у тебя вот такое представление Бога». Дело в том, что наше представление о Боге наиболее полно характеризует нас самих. наиболее полно характеризует нас самих. То, как мы представляем Бога, влияет на то, как мы живём. В книге Судей мы должны отметить есть один очень важный и очень серьёзный пример. Я прочитаю вторая глава книги Судей с 10 стиха. «И когда весь народ оный отошёл к отцам своим и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его, какие он делал Израилю, тогда сыны Израилевы стали делать злое перед очами Господа и стали служить Ваалам, оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им и раздражили Господа. Оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартом». Две причины мы наблюдаем здесь в Писании, которые привели израильский народ к идолопоклонству. Мы находим две причины, два корня. Первая, 10 стих говорит, «Восстал другой род и первая причина, который не знал Господа». И вторая причина, «И дел его, какие он делал Израилю». Апостол Павел практически повторяет эту же самую идею в своем первом послании Коринфянам в 15 главе в 34 стихе, обращаясь к Коринфской церкви, в которой было очень много различных проблем, не было единства, были даже некоторые еретические представления относительно некоторых богословских вопросов, были прения между людьми, не было любви, не было заботы друг о друге. И он говорит такие слова, «Отрезвитесь, как должно, и не грешите». И дальше говорит о причине, «Ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Если человек совершенно не знает Господа, и нужно отметить, что иногда даже те, которые могут быть в церкви, могут не знать Господа, то их жизнь будет об этом святиствовать. Но иногда человек может заблудиться, верующий, может впасть в грех, и идолопоклонство буквально поражает его не только воображение, разум, сердце, и он не видит действительность такой, какая она есть, и он предаётся тому, что приносит ему, как ему кажется, большее удовлетворение, чем Бог и его слово. Поэтому, во-первых, идолопоклонство зарождается в результате неверного представления о Боге. Но вопрос возникает, а где мы можем взять верные представления о Боге? К сожалению, сегодня очень часто проникают в церковь самые различные светские предложения, методики, психологические, которые пытаются как-то помочь людям решить их внутренние проблемы. Если, например, у людей проблемы с коммуникацией, если у них проблемы во взаимоотношениях, есть очень много книг на эту тему, но мы должны понимать, что если у нас проблемы в отношениях, проблемы в отношениях друг с другом, это всего лишь следствие проблем, которые мы имеем в начале с Богом. Первых три заповеди или четыре заповеди говорят нам о наших взаимоотношениях с Богом. Заповеди, которые даны были израильскому народу. И все остальные шесть заповедей говорят о наших взаимоотношениях друг с другом. Поэтому, когда мы начинаем иметь проблемы во взаимоотношениях друг с другом, тогда, когда у нас есть проблемы о взаимоотношениях с Богом. Поэтому идолопоклонство зарождается в уме человека и может существовать без каких-либо открытых проявлений. То есть не обязательно это поклонение чему-то конкретному, физическому, материальному. Один благословенный человек, Эйден Уильсон Тозер, пастор, который в своё время жил в Чикаго в прошлом столетии, он сказал очень серьёзные слова. Он сказал так, «Среди грехов, которым склоняется человеческое сердце, едва ли найдётся такой грех, который был бы более ненавистен Богу, чем идолопоклонство». Так как идолопоклонство – это клевета на Личность Бога. Это клевета на Личность Бога, когда мы имеем искажённое представление о Боге. Позвольте ещё один пример. Первая книга Царств, 2 глава, 12 и 13 стихи. 1 Царств 2, 12-13. Мы читаем такие слова относительно сыновей священника Илия. Мы читаем так. Сыновья же Илия были люди негодные. Это следствие. Это верхушка айсберга. Но в чём была причина этой негодности? Мы читаем, они не знали Господа. И долго священников в отношении к народу. У них было искажённое представление Бога. Конечно, немало поспособствовал этому их отец. Их отец. К сожалению, эта проблема и сегодня может присутствовать, потому что когда дети видят, что родители, их родители, идут на компромисс со своей совестью, то детям нетрудно уже пойти на конфликт со своей совестью, потому что они видят, что родители говорят одно, а делают совершенно другое. Проблема сыновей священника Илия заключалась в том, что они совершенно не знали Господа. Совершенно не знали Господа. Тот же самый Эдин Тоузер сказал такие слова однажды, что прежде чем твоя христианская жизнь начнёт приходить в упадок, обязательно начнётся распад основ библейского учения. Ты просто неправильно ответишь на вопрос, кто такой Бог. А за этим последует всё остальное. Хотя, возможно, ты будешь стараться доказать, что в твоей жизни ничто не изменилось, но выглядеть это будет фальшиво. Ты начнёшь верить в Бога непохожего на настоящего, а это уже очень коварная и смертельно опасная ересь. Поэтому, когда мы теряем ощущение величия Господа, кто Он на самом деле? Мы теряем и благоговение перед Ним. Простой пример. Что необходимо сделать, чтобы человек начал благоговеть перед пропастью? Просто подведи его поближе к этой пропасти. Он не станет благоговеть, если он просто увидит её на фотографии. Что нужно, чтобы в жизни христиан, в жизни каждого из нас было благоговение, смиренное отношение к Богу, друг к другу, любовь настоящая, страх перед Господом, почтение Господа — это всё следствие. Необходимо иметь верное представление о Боге. И здесь вопрос вот в чём. Откуда мы черпаем информацию? И если мы пытаемся заимствовать информацию из этого мира, а он пытается проникать сегодня сильнее и сильнее в церковь, предлагая самые различные «лекарства» в кавычках, но на самом деле это всего лишь другие источники, и за это обличал Господь очень строго израильский народ. Иеремии 2,13 написано, «Меня источник воды живой оставили, и высекли себе водоёмы разбитые, которые не могут держать воды». Поэтому первый вопрос. Если мы хотим иметь верное представление о Боге, нам необходимо открыть Писание и постоянно открывать его, вникать в Писание, искать ответа. «Господи, открой мне, кто ты?» Есть простая детская молитва. Правая рука. Первый палец и остальные. «Господи, открой мне, кто ты?» Левая рука. «Господи, открой мне, кто я?» И когда мы понимаем, кто такой Господь, нам не нужно будет выдавливать из себя искусственно благоговение, смирение, почтение или радость, или восторг. Это будет произвольно в нашей жизни. Это произвольно произойдёт. Поэтому мы можем только тогда бороться с идолами и отказаться от идолов, если мы понимаем величие Божьи. Скажем другими словами, мы только тогда перестанем рыться в мусорных баках, пытаясь там найти кусок вкусного хлеба, если мы увидим стол накрытый, где много пищи, где много вкусной пищи. Если привести ещё один пример небольшой, когда сын младший ушёл из притчи о блудном сыне, хотя это притча не о блудном сыне, собственно говоря, это притча о милосердии, о любви Отца. Потому что именно это хотел фарисеям показать Иисус Христос. Они упрекали Его, что Иисуса Христа упрекали за то, что Его окружают мытари и грешники, и Он ест с мытарями и грешниками. И Он решил через эти три притчи, притча о потерянной дракме, притча о потерянной овце и притча о блудном сыне, показать, посмотрите отношения моего Отца. Какое отношение моего Отца? Потому что мы читаем об этом сыне младшем, который ушёл. Поначалу начал решать, когда пришла беда в его жизнь, своими собственными путями начал решать, методами, свои вопросы. И Он пошёл пасти свиней. Для фарисеев это должно было бы очень ужасно звучать, для евреев пасти свиней. Но дальше написано, что придя же в себя, придя же в себя, Он начал анализировать, что есть у Его Отца. Когда Бог открывает нам своё величие, когда Он показывает нам, кто Он на самом деле, когда мы приходим к Нему такие, как мы есть, без прихорашивания, потому что Он знает всё наше нутро, наше сердце, то Он открывает нам и нас самих. Поэтому, если мы действительно хотим отказаться, и мы откажемся от идолов, от заменителей, если мы хотим отказаться, то это, возможно, в результате только понимания того, что я имею в Иисусе Христе. Поэтому какой смысл просто человеку говорить «откажись от того или от другого», если он не имеет наслаждения в Боге? И последнее, что я скажу на эту тему, Джон Пайпер сказал такие слова. Грех. Что такое грех? Грех – это то, что мы делаем, когда не удовлетворены в Боге. Другими словами, когда мы не находим наслаждения в Господе, в Его Слове, в Его заповедях, в отношениях с Господом, тогда мы начинаем увлекаться чем-то другим. Мы начинаем увлекаться чем-то другим. Поэтому, чтобы мы не увлеклись чем-то другим или кем-то другим, чтобы нам никто и ничто не заменило Господа, Господи, открой нам, кто Ты. Неправильное представление о Боге рождает идолопоклонство. Какой путь к свободе, если человек увидел, что что-то влечёт его больше, чем к Богу? Даже есть такое представление или один из методов для того, чтобы выявить, что такое мой идол, это тогда, когда куда я бегу, тогда, когда я желаю иметь утешение. Куда я бегу, когда у меня какая-то проблема. Некоторые открывают книгу любимую, некоторые открывают программу любимую. Если можно, у нас немного ещё есть время, и будет ещё один вопрос. Как увидеть, может быть, в нашей жизни такие примеры, которые могут показать, что это идолопоклонство? Очень просто. Например, как идолопоклонство может отражаться в нашей современной жизни? Например, каждый раз, когда мы что-то делаем или хотим что-то сделать, неважно, какое это дело, конечно, я имею в виду доброе дело, всякий раз мы должны задавать себе вопрос, почему я делаю то, что я делаю? Например, нормально ли отдыхать? Нормально. Нормально ли съездить на отдых? Нормально. Но может ли этот план начать контролировать меня, когда мы вдруг видим, что Бог как-то иначе устраивает наши обстоятельства? И когда мы начинаем раздражаться, когда мы начинаем негодовать, когда мы начинаем гневаться, мы тем самым заявляем, Бог, если бы я был на твоём месте, я бы так не поступил. Наш гнев заявляет о нашем негодовании, о нашем несогласии с тем, что происходит вокруг нас. Мы буквально говорим следующее нашим раздражениям, нашим гневом, нашим негодованием. Мы говорим буквально следующее, что Бог не контролирует эту ситуацию, поэтому я возьму эту ситуацию под свой контроль. Можем привести ещё один пример. Например, нормально ли и хорошо ли, чтобы наши детки были послушными? Да, да, это хорошо. И мы должны стремиться к тому, чтобы воспитывать их послушными. Но вопрос, мотив, мотив. Почему я хочу, чтобы мои дети были послушными? Простой практический пример, допустим, приходит к вам пастор домой, а в этот момент вы договорились о встрече с пастором, вы говорили, детки, смотрите, чтобы там было всё в порядке, всё хорошо, убрано и так далее. Ну и вы отлучились на какое-то время, приходите домой, и через пять минут приходит пастор, а в доме всё вверх тормашками. И внутри, если не снаружи, гнев, раздражение. Мотив. Почему я хочу, чтобы был порядок? Почему я хочу, чтобы мои дети выглядели послушными? Может быть, один из мотивов, чтобы красиво выглядеть в глазах пастора? Или, например, я хочу заниматься служением. Есть разная мотивация, почему человек хочет заниматься служением. Любым служением. Иногда люди говорят, себя показать, на других посмотреть. Если мотивом моим в служении является не прославление Господа, не смиренное, не наполненное любовью служение людям, таким же, как я, тогда это сплошное идолопоклонство. Сплошное идолопоклонство. Как-то одна сестра мне говорит, вы знаете, я не знаю, что делать с моим мужем, он мне не помогает. Он мне не помогает по дому, у них семеро детей. И я, говорит, раздражаюсь, я, говорит, негодую. Я говорю, послушайте, у меня один вопрос к вам. А почему вы хотите, чтобы ваш муж помогал вам? Не помните мне неправильно, будто бы мужья не должны помогать в семье, заботиться о семье и так далее. Но всё-таки, почему? И вдруг её глаза буквально увеличились, и она сказала, я помню, я помню, год назад вы говорили на эту тему, у нас в церкви. Мне нужно это, чтобы меня похвалили мои подружки. И я не хочу плохо выглядеть в их глазах. Поэтому вопрос, почему ты делаешь то, что ты делаешь? Почему ты хочешь купить автомобиль, такой, как ты хочешь купить? Мотив. Ради чего? Почему ты хочешь заниматься служением? Почему ты хочешь иметь здоровье? Почему ты ешь туда или сюда? Вопрос. Мотив. Мотив. Поэтому какой путь к свободе здесь? Как избавиться? Как жить победной жизнью? Причём борьба – это длиной в жизнь. Каждый день мы будем иметь эту борьбу. Во-первых, мне вспоминается текст, который записан в Третьей книге Царства, 18-21, когда Илья подошёл к израильскому народу, который был собран на горе Кармил, где были тоже собраны 850 пророков, дубравных и вааловых, которые кричали там с утра до вечера «Ваали, Ваали, услышь нас!» Что это значит дубравных? Дубравных. Которые поклонялись вот этих дубравных. Рощи были специально посвящённые вот этому ваалу. И они тоже были собраны там на этой горе Кармил. И мы читаем такие слова. «И подошёл я ко всему народу и сказал, долго ли вам хромать на оба колена?» И он ставит вопрос перед ними. Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. А если ваал, то Ему последуйте. То есть всё начинается с вопроса, кто для меня Бог? Кто для меня Бог? Кто для меня Бог? Поэтому первостепенной задачей каждого христианина и в целом всей церкви вот что должно быть. Сделать своё представление о Боге чистым, возвышенным, достойным Бога Его церкви. Иметь верное представление. Оно берётся из Писания, из глубокого, верного толкования Писания. Верного толкования Писания. Потому что, хочу повторить опять же эту мысль, наше представление о Боге наиболее полно характеризует нас самих. И пока мы не увидим себя такими, какими видит нас Бог, мы едва ли будем беспокоиться о том, что окружает нас. Ну, разве что, если это не начнёт угрожать нашему комфорту. Поэтому Евангелие, только Евангелие может снять нас это тяжкое бремя, дать красоту взамен праха, одежды хвалы взамен печали. Но если человек не ощущает этого бремени, для такого человека Евангелие не имеет никакого смысла. И пока человек не увидит Бога высоко, скажем, в небесах, через Писание, для Него не будет ни печали, ни тяжкого бремени. И приземлённый взгляд на Бога лишает Евангелия всех, у кого такой взгляд. Поэтому, с чего начинается вот эта свобода? Во-первых, она начинается с того, что мы, каждый день изучая Писание, имеем только одно желание. Господи, я хочу знать Тебя. Я хочу знать Тебя таким, какой Ты есть на самом деле. Потому что во свете познания того, кто такой Господь, вся наша жизнь преображается, наши планы меняются. Ещё один простой пример, приведу библейский пример, Евангелие от Луки, когда двое человек, двое учеников Иисуса Христа, один из них был именем Клёпа, имени второго мы не знаем, это не столь важно, они шли по дороге в Эмаус. И Христос, они не поняли, что это Христос, глаза их были написаны удержаны, подошёл к ним и спрашивают, о чём вы тут размышляете, от чего печальны ваши лица, от чего печаль, печаль. И он говорит, это что, один из тех, что не знает, что тут случилось. А что случилось? Они начинают рассказывать Иисусу об Иисусе. А потом говорят, а мы надеялись было, что Он есть Тот, который должен избавить Израиля. Вот вывод, вот резюме всего того, или то, как они представляли Христа. И Христос говорит, им ставят диагноз, о несмысленной и глупой сердцем. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И как Он лечит их? Какое лекарство Он предоставляет им? И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании. Вот где лекарство. Глубокое изучение Писания. Нужно признать, что много христиан ушли сегодня от Писания. Они быстрее ищут какие-то лекарства в этом мире, другие источники, пьют из этих источников, чтобы исцелить свою печаль. Но нам нужно отметить, что Христос ни слова не сказал об их печали. Он сказал, вот что мы читаем. Евангелие из Лука повествует об этом. Начав от Моисея из всех пророков начало изъяснятием сказанное о Нем во всем Писании. И что произошло с их печалью? Когда они поняли, что это Христос был в горнице, когда уже они вошли в горницу, они задают друг другу вопрос, не горело ли у нас сердце наше? Когда? Когда? Когда Он говорил нам на дороге и изъяснял нам Писание. Поэтому, для того, чтобы отказываться от идолов всякого рода, если мы привяжемся к Иисусу, если только в одном Нем будем находить мы истинное удовлетворение. Время нам не позволяет, чтобы открыть более серьезно, еще дальше, более подробно данную тему. Но скажу кратко лишь одно. Необходимо познавать Господа. Познавая Господа, Господь ожидает от нас плодов. Он ожидает от нас, что мы в первую очередь, познавая Его, приходим к осознанию своего положения, как написано, придя в себя, блудный сын. Второе, мы имеем скорбь из-за этого положения. Мы понимаем, что мы не в том состоянии. Мы печалимся. Как написано, Петр вышед, вон горько плакал. В-третьих, мы раскаиваемся. В-четвертых, мы обновляемся. То, что заменяло нам Христа, сегодня я отказываюсь от этого. Это будет борьба, но это постоянный процесс. И в-пятых, каждый день я замещаю. Написано, кто крал, вперед не кради. Если говорил плохие слова, замени их добрыми, благодарственными. Это если коротко ответить на данный момент. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы вся наша жизнь, жизнь каждого из нас, и дорогие радиослушатели, ваша жизнь, она была бы наполнена одним единственным желанием. Господи, дай мне познавать, кто Ты. Тогда вы будете отказываться от того, что вам заменяло или заменяет Христа до сих пор. Да. Спасибо, брат Степан. Есть ли, может быть, какие-то материалы, которые могут помочь увидеть? Потому что, бывает так, человек читает Библию. По идее, он должен видеть. Когда он читает Библию, он должен видеть, что является у него в жизни вот этим идолом. Но, может быть, есть какие-то курсы, которые могли бы помочь человеку увидеть? Может быть, какая-то книга, которая могла бы помочь? Есть очень много хорошей литературы. Например, я мог бы порекомендовать прочитать книгу «Пол Дэвид Трипп. Орудие благодати в руках искупителя». Или тот же самый автор Пол Дэвид Трипп «Война слов». Или, например, тот же самый автор Пол Дэвид Трипп и Тимоти Лейн. Книга называется «Как изменяются люди?» «Как люди изменяются». Есть много хорошей литературы. А также мы обучаем людей, мы обучаем лидеров, церквей, пастырей тому, как на основании Писания, именно Писания, обучать людей тому, чтобы их жизнь приходила в порядок. Поэтому этим мы занимаемся в России и сейчас мы занимаемся этим в Сакраменто на данный момент. Спасибо большое. Я хотел бы иметь возможность сообщить, что сегодня также у нас будет Степан Павлюк в нашей церкви. Это Вилов авеню 1716 в Сакраменто в 7 часов вечера для лидеров обучения в душепопечении. Поэтому, пожалуйста, у кого будет возможность, пожалуйста, приходите в 7 часов в пятницу, а также в субботу с 9 часов до 3. В воскресенье вторая проповедь будет тоже именно эта тема душепопечения и вечером в воскресенье в 6 часов вечера. Также в понедельник, вторник и в среду в 7 часов вечера. По этому же адресу Вилов авеню 1716. Поэтому, у кого есть возможность, пожалуйста, имеется в виду лидеры, те, которые хотят работать и у которых есть вот это побуждение помогать другим в душе попечения, другим расти духовно или решать какие-то вопросы, конкретные вопросы в их духовной жизни. Мы благодарны вам, дорогие радиослушатели, что могли выслушать, а также, брат Степан, благодарим вас за то, что вы могли быть здесь на этом эфире и объяснить этот вопрос, который очень важный, который помогает нам, как вот то спущенное есть. На этом мы заканчиваем. Пусть Господь благословит. До свидания, дорогие радиослушатели, в следующий раз в эфире. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь ведущий.